Я слышал по объездной движении техники, это было 26 число, и у меня получилось подключиться к видео-аэропорту, так как я айтишник, это не составило особого труда. Смотрю, что на перроне, где мы на данный момент находимся, движение какой-то техники, фонари. Увидел, даже не зетку, увидел полосу, перпендикулярную полосу на технике, подумал, что-то не то. Он называет себя «Мавик». До сих пор не показывает лицо, потому что его дом находится в зоне поражения российской артиллерии. С первых дней войны «Мавик» стал одним из информаторов ВСУ в Чернобаевке, Херсонской области, в месте, которое вошло в украинский армейский фольклор за безжалостное уничтожение российской техники. Нам скидывали по всем новостным пабликам, что вот если вы бачите рух какой-то техники, то свертайтесь за этим ботом. Буквально прошло пару минуток, человек со мной связался, спросил, что происходит. Так быстро, да? Очень быстро. Это было так, на адреналине, что-то новенькое, очень интересное, тем более это все-таки на благо дела. В следующие полгода он нещадно чистил все телефонные переписки, боялся проезжающих мимо дома разгвардейцев, но не останавливался. Летом «Мавик» получил квадрокоптер. Видно было, что стояла техника. Видно было количество не 10 штук. То есть вот так вот. И опять же, скинули запись, скинули координат, где эта техника находилась. Сколько было таких, как «Мавик», сейчас не берется говорить никто. Еще весной украинские военные разработали методичку, как действовать в условиях оккупации. Инструкцию лишь за март скачали более 100 тысяч раз. Военные, которые курируют партизанские движения, и сами удивились такой цифрой. Для нас, в принципе, открытием стало те, каких, знаете, геометричных прогрессий набыл подпильный рух. То есть, если мы действительно можем сказать, что мы там запустили 10% того, что происходит на тот, все другое, это люди, которые сами увидели, что можно делать, посмотрели на наши инструкции, просто в соцмережах кто-то что-то публиковал. Подхопили это и организовали какие-то рухи в организации. Даниил нынче не в Херсоне. Из города выехал. Говорит, оставаться там было опасно для жизни. В первые месяцы войны он был у истоков проукраинских митингов. Делал коктейли Молотова для теробороны, печатал листовки. За это даже сидел в подвале. В листовках было разное. Были доведения с фронта. Например, там, что у ЗСУ есть успехи. И люди, чтобы не втрачать надею, когда видят эти листовки, они верят в это. Людина, которая имеет надею, она проживет долго. Она будет выполнять опер. Даниил говорят, листовки клеили сами. У них не было кураторов числа украинских военных. Не было единого организатора. Были проукраинские организации побольше. Иван – координатор известной инициативы «Желтая лента». Говорит, нарисовать флаг на заборе в Херсоне часто было настоящей спецоперацией. Организаторы подпольного движения говорят, не обязательно быть активным партизаном. Настроение в обществе – важная составляющая для оккупационных войск. Жительница Херсона Людмила показывает особое видео. После освобождения откапывает украинский флаг. Его закопало весной. Выбрасывать не поднялась рука. Говорит, за время оккупации жители города начали иначе смотреть и на Украину, и на Россию. Уверена, российским военным было тут некомфортно. Мы все передивились. Ничего не осталось того, что было до 24 лютого. Люди сразу стали. Знаете, я сказала своим родным в России, что я теперь нацистка и бандеревка с сегодняшнего дня. И никак не иначе. И им с нами, нацистами и бандеревцами, ничего даже даже разговаривать. Потому что это так болит, когда они тебя не понимают. Это страшно. Мы идем по принципу, ты можешь чинить спротив там, где ты можешь это делать наиболее. То есть, если человек могла и умела правильно дислечкувать технику, правильно вказать информацию, это могли сделать. Если человек мала сміливость, хороблість и, главное, могла свою безопасность, обеспечить себя и выйти на улицу, намалювать жовто-блакитные пропори, то люди тоже могли это сделать. И одновременно есть еще одна складова нашей работы, которая называется саботаж. То есть, это люди, которые остались в полных местах, работали там и работают. И так или иначе, могут насчетовать ворогу. Идет солдат по Мелитополю, читает на стене, мы тебя убьем. Ему некомфортно, ему не посмехаются, ему не отвечают, ему не допомагают. Военные курирующие подпольщиков говорят, единого центра принятия решений нет. Движение разрознено. Чаще всего люди даже не знают друг друга. При обнаружении одного подпольщика, остальные в безопасности. Мавика пытались выследить несколько раз. Он чудом увиливал. И сейчас, уже в освобожденном городе, надеется остаться инкогнито. Когда ты таким путем занимаешься, то ты не чувствуешь вину особо. Что ты там кого-то убил или там с твоей помощью убили. Ну, когда прилетало, конечно, радовались. Все радовались. Соседи радовались. Все выбегали, все радовались. Ну, соседи радовались просто потому, что прилетело. А ты радовался, потому что думал, считал, что хоть какую-то капельку ты помощи внес в это все.